Добрый день дорогие друзья, с вами я епископ Альберт Раткин и наш канал Взгляд с Небесный. Не забывайте подписываться, потому что я знаю, что некоторые смотрят без подписки, что тоже радует, но лучше подпишитесь на канал, будете получать вовремя уведомления, нажмите колокольчик и хотите поддержать нас, поддержите. Я получаю очень много, я сейчас в машине, вот только прилетел сейчас в Средней Азии, из Узбекистана, и очень много и в личку пишут, пастор Альберт, епископ Альберт, с вами все в порядке, вы пропали, вас нету. Я понимаю, как многие беспокоятся, понимают все, в каких условиях, в какой ситуации я нахожусь, мы живем, но я не молчу, просто очень много было поездок в августе и в сентябре, и заодно как раз очень много событий произошло. В следующих видео я, наверное, буду обсуждать каждое событие и давать свою какую-то оценку, интерпретацию тому, что происходит у нас в стране, за рубежом. За это время было много приглашений, я посвятил несколько стран Средней Азии, я посетил Израиль, я посетил несколько стран на Ближнем Востоке. Удивительные вещи, Бог ведет удивительным образом. Я посещал Израиль, когда прилетал президент Джо Байден, это не была ни случайность, ни для меня, наверное, ни для него, не знаю. Вот, не буду говорить обо всем, может быть, немножко расскажу. И сейчас вот только вернулся из Узбекистана, из Ташкента, было много разных встреч, общения, везде находишь подписчиков канала, подходят, узнают. Что-то я записал, вот, в Узбекистане как раз сейчас начался ШОС этот известный, вот, ну, тоже много времени и интересных встреч было, обсуждения, общения. Вот, и в том числе по нашему национальному Евангельскому альянсу тоже много всего, работа идет, работа движется, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но лучше делать все правильно и не спеша, хорошо, как для Господа. Вот, ну, курьезы были разные, знаете, в Израиле совсем немножко, у меня, по-моему, 4 или 5 дней было записи, съемки на разных каналах, приглашали везде до ночи. И вот в Шаббат я проповедовал в одной общине, служил, вот, после этого приехали ребята, друзья, знакомые там с женой, забрали, покормили и говорят, хотите съездить? Вот, они живут на самом севере, на границе, по-моему, с Ливаном мы куда-то ездили. Знаете, когда так много всего, и людей, и общения, и разговоров, они говорят, не хотите искупаться? Я говорю, ну, конечно, я вот приехал в Израиль, еще нигде не загорал, и времени вообще не было. Ну, и на полчаса мы заехали на какой-то северный пляж, там, вот, последний городок, куда ходят еще электрички туда. Полчаса буквально постояли в море, там, помочили ножки. Назад выхожу, раздетый, что-то разговариваю, и вдруг голос, стоит мужчина такой тоже в плавках на пляже прям, и он ко мне. Да, епископ Альберт, и вы понимаете, да, как недоумеваешь, там, смотрим-смотрим ваш канал, спасибо, молодцы, и такие слова поддержки. У меня телефона не было, я его не записал, говорю, вы кто, откуда? Ну, поговорили, вот, там, наш пастор привет вам передает, там, и все такое. Знаете, вот, да, это очень интересное такое вот сейчас житье публичного человека. Я буду рассказывать сейчас, вот, я уже все возвращаюсь, о том, что происходит вот у нас, повторюсь, наверное, но много событий произошло, и они касаются, конечно, свободы совести и его расповедания. Вы видите, сколько арестов происходит сейчас, сколько сажают, опять свидетели Его запрещенные у нас реальные сроки получили. Сейчас уже в нашей церкви под арестами, под наши братья уже кто-то сидит, кто-то кому-то уже вот началось, у кого-то судебный процесс пошел, наверное, все обсудим, поговорим об этом, как в это непростое время быть, жить и проповедовать Евангелие. И главное, оставаться честным внутри себя, со своей совестью, совестью перед Богом и перед другими людьми. Я знаю, многие боятся, это время такого страха, всего остального, и, конечно, и об этом стоит поговорить, стоит ли так бояться. Все скоротечно, все быстротечно, Бог меняет этот мир, слава Ему за все. Поэтому следите за новостями, подпишитесь еще раз, напоминаю, на наш канал, не смотрите просто без подписки, где-то всплывает это видение. Мне во всех странах и Средней Азии говорили, ой, я смотрю, я где-то вас видел, узнают тоже, подходят, слушают. Не совсем согласны, но я говорю, ну мы для этого и создавали канал, для обсуждения. Проблем много накопилось, и если мы будем молчать, то это не значит, что эти проблемы будут разрешаться. Если мы будем говорить, там, не выноси грязь из избы или еще что-то. Я живу по другому принципу, меня с детства мама научила убирать свою комнату, выносить всю грязь как раз, выкидывать это все. Ну, а если кто-то на показ выносит свою грязь, а мы всего лишь комментируем, тоже не сетуйте на меня, не обижайтесь и не говорите, что я что-то вытащил. Христос хочет видеть нас в чистоте, и наши сердца, и наши поступки, и наши дела, они во свете. Мы на виду, люди все видят. И Библия, наоборот, говорит, что каждому встречному ты должен дать свой отчет. Вот я и даю свои отчеты в своей вере, в своем уповании, в своих путешествиях, в своих общениях, и в том, что мы делаем то, что мы строим сейчас, евангельскую среду, и мы строим национальный евангельский альянс. Присоединяйтесь, пишите нам в телеграм-канале, тоже есть одноименный телеграм-канал, там чат-бот у нас есть, там много и новостной канал есть. Подписывайтесь, в общем, давайте будем вместе трудиться, не как наши вот эти структуры, да, вертикальные, старые системы, мы называем с вами их, ССовские системы, а новые горизонтальные связи, связи, основанные на любви, на братстве, на уважении друг друга, и самое главное, на добром имени, на репутации. Это самая дорогая валюта, которую нигде ты не обменяешь, не купишь, ты можешь только своей жизнью заработать. Поэтому благословляю всех, до встречи, может быть завтра или послезавтра, а я сейчас все, включаю машину и еду домой в Калугу, прямо с аэропорта, вот, поэтому до завтра, друзья, благослови всех Господь.